И снова добрый день, дорогие мои. С вами, как всегда, Алкабарт. Мы, конечно же, будем что-то пить. Ну, короче, вот это вот всё. Что мы будем пить и вообще почему именно оно? Это будет Джин, это будет Гордонс, где он? Вот он. И вообще я искал абсолютно не его. Так получилось, что я искал вообще... У меня была коробочка с разными водками. И я думал, что я его потерял ещё при переезде в апреле. Я её сегодня нашёл совершенно случайно, а там нашёл совершенно случайно ещё и его. И даже вспомнил, как я его покупал, когда, примерно. Что меня тогда сильно удивило, что я его обошёл, в принципе, своим вниманием. И точно он у меня был, но куда-то потерялся, короче. Ладно. Куда-то потерялся. И сегодня у нас будет Гордонс в объёме 0,375 с крепостью 47,5, господа. Или там 47,3. 47,3. То есть взял в руки, имеешь вещь, да. Всё хорошо. Узнаваемый свинтус у них здесь нарисован. А свинтус у них... Это не потому, что его надо салом закусывать. А свинтус потому, как он там что-то типа фамильного герба. У них какая-то легенда была связана, у производителя с этим делом. Ну, один из самых продаваемых джинов в мире, господа. Один из самых продаваемых. Поэтому будем открывать да пить. Открывать да пить. Две по сутке, как всегда. Ну, конечно, из такой джин вообще не пьют. Но я могу. Пахнет. Пахнет. Бульк. Бульк. Красота. Прям красота. Кстати, такой же свинтус должен быть ещё сверху. Но здесь это заклеено акцизом. Ладно. 47,3, ребята. У меня даже собака на улице забрехала от такого беспорядка, я бы сказал. Поэтому, честно говоря, его надо пить с осторожностью. Пью его не в первый раз в жизни, сразу вам скажу. И, насколько я помню, он довольно-таки жёстко заходит. Он такой жёсткий. Вот эта вот английская фраза «холодный как металл», вот это вот всё, вот оно в полной мере должно бы, в общем-то, ко мне сейчас вернуться из воспоминаний в реальность. За что первую и выпью. Но пахнет неплохо. Ага. Оно. Оно. Чё-то я, по воспоминаниям, он должен был быть жёстче. Но, может, уже это. Может, я уже привык в таком режиме жить, поэтому как-то спокойно входит. Но, честно говоря, оно, конечно, такое. Достаточно серьёзный напиток. То есть, как некоторые говорят, очень хорошо перед обедом бряснуть в себя рюмочку, например, такого дела. Я бы, честно говоря... Здравствуйте, пришла тигра. Я бы, честно говоря, задумался, стоит ли такое делать. И даже вот кошка подтверждает, да. Чё ты орёшь? Чё ты хочешь? Иди отсюда. Вот. И как... На, понюхай, чтоб тебе совсем хорошо стало. Лети, давай, понюхала и лети отсюда. Всё, понюхала и улетела. Так и живём. Но вот я бы рюмочку этого перед обедом, наверное, не рекомендовал бы пить. Потому как... Ну и он нахрен, ребята, ну и он нахрен. Хотелось сегодня на улице записаться, честно. На улице такая погода хорошая, всё хорошо. Вроде бы и ветра не было. Вышел и за 10 минут, пока ходил туда-сюда, замёрз вообще как сволочь, блин. Уж тёплый, рюк холодный. Ладно. Ну, по этому поводу надо потихонечку приступать и ко второй. И ко второй. О! Вы знаете, наверное, всё-таки из рюмки пахнет как-то поспокойнее. Поспокойнее. Он пахнет джин-джином. Всё. А здесь уже прям джин. Прям джин-джин. Насколько я помню по их легенде, что только то ли 10, то ли 12 человек в мире знают полный рецепт этого джина. Естественно, как всегда, всё держится в строгой семейной тайне. Проверить мы не можем. Поэтому поверим на слово. Не, по-моему, 12. Любят англичане вот дюжину, любят. Наверное, 12 всё-таки. Вторая. Ну, вообще, да, что-то или меня воспоминания подвели, или что-то не то, но он как-то довольно так органичненько входит. Органичненько, я бы сказал. И, честно говоря, что-то вот мне казалось, что он должен быть жёстче-жёстче. Прям капец. Ну, вот видите, не так и жёстко, как мне хотелось. Но есть и минус. Есть и минус. Гордонс принадлежит, насколько я помню, компании Дяджа, которая одними из первых покинула российский рынок со словами, ну, раз вы живёте в сверхдержании, значит, сверхдержитесь там. И вместе с Кока-Колой и прочими, соответственно, сбежали. Кстати, джин, например, можно пить и с колой, считается. Но, извините, это есть у вас кола осталось. Если вы найдёте джин, найдёте колу, то тогда, наверное, да. У белорусов-то, если что, есть джин Ведрич и белокола. Тут не доколупаться. Да, импортозамещение называется. Фу. А так непонятно, короче, когда оно всё вернётся. И вот, кстати, ну, давайте после третий. Если пополоскать, во рту-то тянет на 47. Ой. Как будто можжевельника съел и стаканом спирта запил. Вот сейчас ощущение. Хотя, похоже, что так оно примерно и есть. Чё я хотел поговорить-то? Всё время в комментариях. Монетизацию типа отрубили, денег не будет. Я сижу, смотрю на это всё. Думаю, чё отрубили, каких денег не будет, куда. А не далее, как сегодня, от нефиг делать. Посмотрел, нытьё вот этих миллионников всех. Божечки. Их прям лишили кровно заработанных. Им теперь придётся кому-то там на завод, кому-то ещё куда. Вообще-то, немножко не так ситуация. Не отключили монетизацию, а обрезали на территории России. Пока с рекламой. То есть, грубо говоря, если у вас 60% было просмотров с России, там 25% Украина, остальные Беларусь, Казахстан, Литва, Латвия и так далее, то вы лишитесь вот этих 60%. Все остальные остаются. И дальше очень серьёзно зависит от того, от направленности канала, от того, откуда смотрят. Очень сильно, кстати, от возраста и пола. То есть, я помню, что я когда-то показал свои данные, ну, понимающему в Ютубе человеку, работнику-партнёрке, он немножко охренел. Он говорит, а чё так много-то? Говорит, у тебя как? Я говорю, у меня мужская аудитория, 98%, 25-45% возраст. Ну, говорит, ну, в принципе, тогда да, тогда понятно. То есть, образно говоря, монетизация не отключена. Опять же, если для примера привести, к примеру, если у вас на канале был доход, там, 1000 баксов в месяц, ну, он станет 500. Ну, 400, может быть, в зависимости, там, что куда. Но, заметьте, выросли в цене, например, украинские просмотры. Российские падали достаточно долго в последнее время, и белорусские тоже. Поэтому насчёт, чё-то там кто-то пойдёт на завод, я сильно сомневаюсь. И я очень сильно сомневаюсь, кто ж, какой канал, блин, живёт с монетизацией. Да вы чё? Нет, не смешите меня, как говорится. То есть, вот от этого уж точно особо не холодно, не жарко. Но зато есть и плюс. Вся эта ситуация покажет, кто есть кто. Все вот эти нытики, которые орали, да я чисто для людей стараюсь, да мне эти копейки пофиг, и которые сейчас внезапно начали орать, верните копеечку. Вот, сразу начинает потихонечку понимание ситуации происходить. Четвёртое определяющее. Пахнет довольно богато вот отсюда. Вот реально, вот я не могу подобрать другое слово, это богатый запах. Кстати, если вы решите спросить, чем закусывают джин, то, в принципе, стандартная классика, это лимон или маслинка, что-нибудь такое. Лимон и маслины, само то. И не перебьют особо, и как закуска сработают. В принципе, я понимаю, почему он один из самых продаваемых в мире. Потому что за умеренные деньги вы получаете неплохой продукт. Конечно, есть лучше. Есть множество джинов лучше, но есть множество и хуже. Я бы даже, наверное, из того, что я перепробовал, я бы его чуть выше среднего точно поставил. То есть за умеренные деньги вы получаете продукт с мировым именем, с достаточной так историей, и вполне безбоязненно можете его употрек, как говорится, блять. Соответственно, давайте все-таки... Ну, я не могу обойти мимо этот вот вариант, который с тоником. Ну, просто нельзя. Потому что это вообще классика. И здесь, конечно, можно брать что угодно, как игол, можете хоть колу взять. Можете просто газировку. Но вот-вот. Вот это классическое сочетание. Это именно индиан, который хинин и так далее и тому подобное. Все, как мы любим. А бутылочка упала и встряслась. Ладно. Ну и примерно два к одному. Не переборщил я. Ладно. Не переборщил. Тоника много тоже не бывает. Если что, всегда можно джина добавить. И будет вам праздник. Ну. Девочковый вариант. Вот данное сочетание джин именно с индиан швепсом я коктейли вообще не люблю. В принципе. Я считаю, что мешать это не наш вариант. Но это, наверное, единственный вариант, который я откровеннейше уважаю. Вот прям вообще. Этот вариант всегда скрашивает, если говеный джин. Вот реально, если он говеный, вам тоник всегда скрасит. Это немножко скрашивает горечь того самого тоника. То есть, вот это вообще надо продавать сразу комплектом. Понимаете? Вот джин тоник сразу. Только именно такой. Не вот эти вот в магазинах, которые в пластике, а нормальный. Нормальный джин с нормальным тоником. И вот тогда будет хорошо. И крепостью он, конечно, должен быть не в магазинах 6 градусов. Или какая фигня. А хотя бы так вот, думаю, пятнашечка была бы прям за глаза. Ну, опять же, сами понимаете, чтобы сделать пятнашечку, будут другие акцизы. Немножко другое все. Потому что это уже все-таки алкогольная продукция. А до семи это такое, пивасик. Это делать, в общем-то, можно и чуть ли не без лицензии. Я, кстати, не знаю, как сейчас. Но не так давно можно было заняться слабоградусным довольно легко. Не нужно было спецлицензии. Не надо было спец еще чего-то там. Может быть, так и до сих пор. Скорее всего, так и есть. Поэтому, да, тут магазинная хрень и будет вам 6 градусной. Значит, поэтому... Сейчас, чуть-чуть еще этого. Офигеннейшее сочетание. По джину. Уже сказал. Однозначно выше среднего. Однозначно неплохой вариант. И за умеренные, в общем-то, деньги. То есть, не надо брать джин, который будет в 3-5 раз дороже. Он не будет в 3-5 раз лучше. Да, он, конечно, будет другой. Да, возможно, он будет приятнее питься. Но, если вы хотите дешево и сердито, это вообще прям вариант-вариант. Вот прям вообще. Кстати, у Гордонса есть вроде бы еще и розового цвета. Что-то там... Я его, по крайней мере, когда-то видел. Давно. В десанкционные, скажем так, времена. Но что это из себя представляет, я не знаю. И, честно, наверное, даже и знать не хочу. Вот. Поэтому, сегодня за вас, дорогие мои. За ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. За то, что вы ждете следующих видео. Выходящих, как я люблю говорить, с пугающей периодичностью. За то, чтобы все у нас у всех было хорошо. А сейчас это, по-моему, особенно важно. В последнее время. И за то, что сегодня я умудрился практически без политики, собственно. Хотя было желание, было. Но я пару дней подожду. У меня есть свои интересные прогнозы. Сбудется, не сбудется. Поэтому поехали и всем пока.